Всем привет! В прошлом сравнении мы сравнивали Москву и Питер, и у нас победила Москва. Но я так и не решил, какой логотип можно нарисовать в Москве. Может быть вы мне поможете и предложите свои варианты, ну, например, в комментариях. К слову, пока я думал, какой мне логотип нарисовать, я наткнулся на такую крылатую фразу. Зажигалка. Вот что нужно человеку вне зависимости от его материального положения. Подумал я и решил, блин, зажигалка-то реально штука полезная, но вот только какая? Их же так много, они бывают всякие разные. Бензиновые, газовые, кремниевые, пьезоэлектрические, с турбоподдувом, без турбоподдува. Короче, дофига и даже больше. Подумал я и решил, что нужно сравнить газовые зажигалки и олдскульные, бензиновые. Ну, а если точнее, то крикет и зипа. Свою первую зажигалку зипа выпустили в 1933 году, в то время как крикет появился лишь в 1961 году. Кстати говоря, зажигалки крикет выпускает фирма Swedish Match. Об этом написано на каждой зажигалке крикет. За всю историю зипа выпустила около 450 миллионов зажигалок. Это довольно-таки большое число, но не для крикета, которых выпускают ежегодно только более 500 миллионов штук. Они, кстати говоря, еще и дешевле, чем зипа, которые сейчас стоят по несколько тысяч рублей. Хотя самая первая зажигалка зипа стоила всего 2 доллара. Это была самая дешевая зажигалка зипа за всю историю. А самая дорогая зажигалка зипа была куплена на аукционе за 37 тысяч долларов. Но это аукцион. Самая дорогая серийно производимая зажигалка зипа, которая, кстати, сделана из золота 750-й пробы, продается по цене от 4 тысяч до 8 тысяч долларов. Ну, в зависимости от страны. Зажигалки зипа представляют определенную ценность для коллекционеров. Их, кстати, в основном покупают не курильщики, а именно коллекционеры. Потому что в мире существует более миллиона зажигалок зипа с абсолютно разными дизайнами. То есть каждый сможет найти себе зажигалку по вкусу. За всю свою историю Крикет выпустил более 20 зажигалок разных расцветок и форм. Они все, по сути, разные, но их объединяет пара моментов. Во-первых, на всех настоящих зажигалках Крикет надпись Крикет написана именно белой краской. Во-вторых, все настоящие зажигалки Крикет делаются не из пластмассы, как многие из вас могли подумать, а из нейлона. Его отличительное свойство заключается в том, что, во-первых, он легче, во-вторых, он прочнее, и, в-третьих, он не горит, как пластмасса. То есть получается, что зажигалки Крикет гораздо безопаснее, чем какие-то дешевые пластиковые. Получается, что отличить оригинальный Крикет от подделки не так-то сложно. Зипа, кстати, тоже. Основным отличительным свойством настоящей зипы, вы не поверите, является звук зажигалки. При открывании и закрывании крышки звучит характерный звонкий щелчок, который запатентован компанией Зипа и является ее фирменным знаком. Немного уйду от темы. История названия зажигалки Зипа самая обычная. Ее решили так назвать только потому, что это круто звучит. И все. Итак, продолжим отличать настоящую Зипа от ненастоящей. Настоящая зажигалка Зипа содержит в себе 22 детали, а для того, чтобы ее собрать, нужно выполнить 108 последовательных операций. То есть вы можете попробовать разобрать свою зажигалку, и если у вас что-то не сойдется, то значит, что у вас подделка. Также отличительной чертой является фирменный штамп на донышке, который содержит в себе дату изготовления, номер патента и, собственно говоря, фирменную надпись Зипа. По большому счету, китайская подделка от оригинальной Зипа ничем не отличается, кроме пожизненной гарантии. То есть зажигалка Зипа является, по сути, вечной. Не то, что одноразовый крокет. Посмотрите на фото. Это сувенирный цент Зипа в оправе с надписью «Цент, никогда не потраченный на ремонт зажигалки Зипа». Это означает, что помимо того, что ваша гарантия пожизненная, она еще и абсолютно бесплатная. То есть, независимо от того, в какой стране вы находитесь и в каком состоянии находится ваша зажигалка, вам всегда ее починят. Ну, или в крайнем случае, просто вышлют новую. Пожизненная гарантия распространяется не только на бензиновые зажигалки Зипа, но и на газовые Зипа Блю, которые работают на Бутане. Получается, что у Зипа не только больше разных моделей, их еще и несколько типов. Не то, что у однотипного крикета. Помимо коллекционирования, зажигалка выполняет еще и функцию стильного аксессуара, как, например, часы или кольца. И я думаю, тут все со мной согласятся, что иметь в кармане Зипа куда солиднее, чем крики. Зажигалка это в первую очередь источник огня. Из какой огонь получать лучше, из бензиновой или из газовой? Если вы курите, например, сигары, то скажу сразу, не из первой и не из второй. Первое и самое главное правило курения сигар – ни в коем случае не прикуривать сигару от бензиновой зажигалки. Табак очень чувствительный к запахам и он мгновенно впитает неприятный аромат бензина. Также нежелательно прикуривать сигары от бумаги или свечки, потому что дым от них также имеет ярко выраженный аромат, который табак с радостью впитает. Лучше всего прикуривать сигары обычными балабановскими спичками. Но, а если их нет, а в кармане только Зипа? В каждую упаковку с сигарами вкладывается вот такой тонкий деревянный лист. Он как раз для таких случаев. Вы сначала поджигаете зажигалкой его, а потом уже от него свою сигару. Ну, я надеюсь, что вы же не курите и зажигалка вам нужна для других целей, поэтому давайте все-таки разберемся, какой пользоваться лучше. Для начала нужно проверить устойчивость к ветру. Вот у меня есть три зажигалки, пойдем проверять. Лучше всего себя проявила зажигалка с турбоподдувом. Но это вообще какая-то левая зажигалка, ни у Зипа, ни у Крикета такой нету. Поэтому давайте мы отложим ее в сторону и будем разбираться конкретно с нашими образцами. Взгляните, у Зипа фитиль защищен стенками со специальными отверстиями, которые защищают его от боковых порывов ветра. Это, кстати, тоже является отличительной чертой зажигалок Зипа. Ведь если эти отверстия просто расставить от балды, то они не будут работать. Как вы могли заметить, у меня на улице они не работали. Может быть, моя зажигалка китайская? Хотя штамп на донышке вроде есть. У Крикета нет ни штампа, ни пожизненной гарантии, но это не мешает ей быть вечной. У Зипа бензин или газ со временем испаряется, а у Крикета есть особое сопло, которое препятствует испарению газа. То есть получается, что при равной заправке Крикет прослужит вам дольше, чем Зипа. Итак, сегодня мы узнали, что если вы хотите выглядеть солиднее и вам при этом не жалко денег на зажигалку, то покупайте Зипа и пользуйтесь ей вечно. Но перед тем, как вы побежите покупать себе зажигалку, не забудьте подписаться на канал, а также вступить в группу сравнений и обязательно расскажите друзьям, вдруг они тоже захотят себе зажигалку. На этом я с вами прощаюсь, но ненадолго, всего лишь до следующих сравнений, которые выйдут на следующей неделе. Или не сравнение, может быть Быстропит? Хотя нет, наверное, все-таки сравнение. Или Быстропит?